Здравствуйте, я Валерия из Беларуси. С первых слов я хочу выразить огромную благодарность семье Валяевых, за что именно я буду говорить далее. Во-первых, я наконец-таки научилась расслаблять свое лицо и улыбаться. Я совершенно не стесняюсь улыбаться прохожим, меня это не напрягает. Также я наконец-таки научилась чуть-чуть меньше, хотя бы чуть-чуть меньше перечить мужа, хотя иногда мне кажется, что я научилась совсем не перечить. Но понимаю пока, что это не так. Еще одной из моих целей в марафоне было наладить режим дня. И на данный момент мне это действительно удается, потому что каждый день ты пишешь отчеты и думаешь об этом. И вспоминаешь, и просто делаешь. Еще наконец-таки я пошла в капеллу. Я давно мечтала продолжить свою хоровую карьеру, и для меня это очень важно. Там много девочек, и мне очень нравится петь, нравится общаться. Это действительно здорово. Еще одним из упражнений в марафоне было научиться не осуждать других людей. Мы на руку надевали вот такую вот резиночку, и если нам не удавалось думать о людях только хорошо, и мы как-то осуждали их, нужно было дернуть себя за резинку и надеть себя на другую руку. Так вот, я продолжаю это упражнение и выполняю до сих пор. И это помогает мне намного осознаннее относиться к своим мыслям. Я их фильтрую и слежу за ними. И должна сказать, что сейчас намного реже я дергаю себя за резиночку, чем в начале выполнения этого упражнения. Также меня очень вдохновляет одна поговорка, которую я услышала в видео Ольги Валяевой первый раз. А собаки лают, а караван идет. Она мне помогает меньше думать о том, что же думают обо мне другие люди, как они отреагируют, как они... что они скажут, что они сделают. И вся вот эта вот головоломка больше не крутится у меня в голове. Намного легче жить, намного спокойнее так. А еще мне удается больше времени уделять важному. Не скажу, чтобы я все время уделяла важному, но намного больше, чем раньше. Я стараюсь отделять и думать о том, важно для меня это дело или не важно. И в соответствии с этим действовать дальше. Также я учусь доверять своему мужу. Я понимаю, что для кого-то это может казаться смешным, но для меня это сложно по шажочку. Я учусь, стараюсь это делать. Стараюсь доверять его чутью, его знаниям, его навыкам, умениям и всему прочему. На самом деле он замечательный. Также участие в марафоне ежедневно дает много вдохновения. Когда пишешь свой отчет и постишь его, и потом смотришь, запостился он или нет, и там вверху всегда выводится отчет Ольги Валяевой, который всегда вдохновляет, интересно, всегда очень приятно смотреть фотографии, читать события и окунаться в жизнь погруженную и направленную в нужном русле. Также очень приятно читать отчеты других участников, других девочек. Все такие милые, такие женственные, так стремятся к чему-то лучшему, чего-то достичь. Еще нужно сказать, что участие в марафоне помогло мне научиться уважать себя немножко больше. Для меня это настоящая больная тема чувства собственного достоинства и все, что с этим связано. Но мало-помалу я учусь немного уважать себя, беречь себя. Я научилась ценить свое спокойствие и часто не делаю вещей, которые его нарушают. В общем, если все подытожить, благодаря участию в марафоне моя жизнь стала значительно осознаннее. Уже больше месяца каждый день пишу отчеты, и это заставляет задуматься, что ты делаешь, почему ты делаешь, для чего ты делаешь, и стоит ли это делать в следующий раз. Здравствуйте. Как вы, наверное, догадались, в эфире муж Валерий. Я присоединяюсь к словам, к теплым словам моей супруги в адрес семьи Валяевых. Спасибо за участие в нашей жизни. И мою версию разбора полетов можно выразить цитатой одного поэта, по имени Камиль неизвестный, которая посвящена семейной жизни. У меня хорошая жена, только я ее не заслужил. Каждый день вкушаем мы сполна то, на что не жалко было сил. Иногда не жалко на войну, иногда не жалко на заботу. Я всегда люблю свою жену и не променяю на работу. Спасибо. Спасибо.